Здравствуйте, с вами снова на связи Валерий Иванов и сейчас я хочу ответить наконец-таки на вопрос, который мучает огромное количество народа. Каким образом можно работать в разных аккаунтах, если у меня имеется всего лишь один провайдер интернета и соответственно один IP-адрес? Я уже рассказывал в одном из роликов год назад или даже года два назад о том, что можно перезагрузить компьютер, если у вас кабель напрямую подходит к компьютеру. Если у вас роутер, то можно перезагрузить роутер и тем самым меняется IP-адрес. Если у вас мобильный интернет, просто перезагружайте, даже более того, выходит с интернета и подключаетесь заново, создаете новую сессию и у вас получается образуется новый IP-адрес. Если ничего не помогает или если вы не хотите заморачиваться с перезагрузкой компьютеров и прочих устройств, есть достаточно большое количество абсолютно бесплатных решений. Решение номер один. Есть такой замечательный сайт toip.ru. Вот вы видите его здесь, прямо на ваших мониторах, который показывает абсолютно всю информацию компьютера, всю подноготную, что называется. Мой IP-адрес, мой провайдер Российской Федерации, Уфа, мой любимый провайдер Уфанет, не знаю равных ему по скорости и по стоимости. И огромное количество всяких разных приложений для работы, как и для продвинутых, для не самых продвинутых пользователей. Так вот, смотрите, нажимаете вкладочку сервисы и у вас вот есть здесь такой пункт анонимайзер. Программа, которая скрывает ваши IP-адресы и подставляет другие IP-адреса. Нажимаете на нее, пожалуйста, вводите здесь ваш сайт, который вам нужен. А здесь выбираете страну, с помощью которой вы хотите войти на тот или иной ресурс. Вот, начиная от United States и заканчивая Russian Federation. Вот порядка 15-20 может быть стран. Выбираете любую страну. Давайте для примера возьмем, например, вот смотрите, как выглядит мой канал YouTube. Оформление, да, все надписи на русском языке. Давайте скопируем эту ссылочку и вставим его в анонимайзер. И выберем Данию. Давайте Германию выберем, чтобы точно увидеть немецкий язык. Открыть. Ждем. Отлично. Вот, смотрите, появилось. Нажимаем кнопочку Go. Вот, смотрите, появились надписи на немецком. Deezer-канал ist nicht 400. Видите, все. То есть YouTube опознал меня. И вот логотип сразу. YouTube и DE. Видите, Deutschland. Все. YouTube уже понимает, что я зашел из Германии. У меня немецкий IP-адреса. И появились, видите, Aumlaut. Опять Aumlaut. Эти немецкие буквы. Видите, я вошел уже из Германии. Точно так же, если я войду из Франции, то у меня появится все оформление моего канала здесь на французском языке. Пожалуйста, работайте. Это один из способов. Запомнили, да? To IP, Anonymizer. Вводите, открыть. Более того, здесь есть платная программа. Кстати, я ее купил. 1300 рублей в год стоит подписка. Называется Hide Me. Но задача сегодняшнего моего видео рассказать именно о бесплатных приложениях, которыми я сам активно пользуюсь. В том числе, у меня есть и платные. Почему мне нужно было платные? Возможно, несоизмеримо больше, чем у бесплатных. Поэтому я 1300 рублей в год, не такие большие деньги, я купил. И, что называется, бед не знаю. Вот, смотрите, кстати, мой LastPass тут же выкинуло. Поскольку я зашел с другого IP-адреса, мой хранитель паролев выкинул меня отсюда, опознав, что потенциальную возможность проникновения злоумышленника. И выкинул. Тоже система безопасности LastPass сработала. Об этой программе я расскажу отдельно. Еще один очень интересный бесплатный сервис. Называется он Huala. Есть ли у вас Google Chrome? Я буду рассказывать только про Google Chrome, потому что я пользуюсь именно этим браузером. Но на самом деле это не чистый Google Chrome. Это сборка. Уран на основе Google Chrome. Ну, не важно. Движок один и тот же везде. Итак, выходим в настройки. Нажимаем настройки. Дальше. Расширение. Спускаемся в самый низ. И выбираем еще расширение. И выходим в интернет-магазин Chrome. Так, дальше вводим слово Huala. Вот оно, Huala. Вот оно, пожалуйста, это расширение Huala. Видите, оно у меня уже стоит, поэтому установлено вот наверху логотип. А у вас будет здесь стоять слово бесплатно. Нажимаете бесплатно. У вас появляется окно. Нажимаете установить и активировать. И вот здесь у вас появится вот такая вот заставочка. И вот сейчас я покажу, как эта штука работает. Совершенно потрясающая вещь. Если вам нужно войти куда-либо из какой-нибудь страны. А давайте сделаем так. Мы сайт наш. IP. Да, еще очень важный момент. Вам нужно находиться именно на той странице, с которой вы хотите войти в свой бэк-офис. Или в тот ресурс, куда вам нужно войти. И именно здесь, на этой странице, расширение Huala работает именно на этой странице. А нужно это расширение будет активировать. Смотрите, вот мой IP-адрес 145.255.1.20. Откуда вы? Russian Federation, UFA, Provider, UFA. Теперь смотрите. Включаем Huala. Нажимаем. Выберите страну. Россия и США есть. Еще. Еще тут стран. Посмотрите, сколько стран. Давайте выберем, какую страну. Я не знаю. Давайте Анголу. Что-нибудь такое, совсем экзотическое. Просмотр от Ангола. Сейчас он нас подключит через Анголу. Смотрите. Все. Ангола. Это сработало? О, да. Нет исправить. Я не нажимал ни разу на кнопку нет исправить, поскольку у меня всегда срабатывало. Нажимаем. О, да. Потрясающе. Теперь смотрите. Обновляю. Видите, я зашел с Анголы. Здесь у меня всю страницу не обновлена. Обновляю страницу моего 2IP. Этот сайт определяет IP-адрес, с которого захожу. И что я вижу? Смотрите. 41, 205, 50, 253. Откуда вы? Ангола. Мой провайдер. Нет кабу, кейбл динамик какой-то. Вы видите, да, что произошло? Мгновенно, бесплатно, без ничего. Все. Я сейчас работаю из Анголы. И даже программа, даже ресурс 2IP.ru определил меня, что я работаю из Анголы. Точно так же вы можете поменять, выбрать любую страну. Откуда мы хотим войти? Бутан. Ну, давайте Бутан. Где это у нас? В Африке? Юго-Восточная Азия. Смотрите. Сайт обновился. И у меня появился другой IP-адрес. Совершенно другой. И написано, откуда вы? Бутан. Ваш провайдер Дрюкнет Бутан Телеком. Пожалуйста. Работает абсолютно бесплатно. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. И, как всегда, на прощание, ребят. Я пожелаю вам обильных денежных потоков. С вами был Валерий Иванов. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok